Мы приглашаем вас в мир живого итальянского языка с курсом «100% аудио итальянский», который создан специалистами американского издательства Random House и представлен в России издательством Delta Publishing. Курс «100% аудио итальянский» представляет собой универсальную программу, не требующую дополнительных пособий для изучения разговорного итальянского языка. Поэтому учить язык можно где и когда вам удобно. Все, что от вас требуется, это слушать меня по мере того, как я буду знакомить вас с программой и повторять за носителями языка звуки, слова и фразы, которые они произносят. Давайте попробуем начать с нескольких основных фраз, которые вы должны знать. Сначала прослушайте фразу, которую произносит итальянский диктор, а затем повторите ее во время паузы. Для того, чтобы вы всегда знали значение произносимых слов и выражений, мы обычно приводим их перевод. Привет! Пока! Чао! Здравствуйте! Добрый день! Буонжорно! Добрый вечер! Буна сера! Рад видеть вас! Пиачере! Девушка! Синьорина! Госпожа! Синьора! Господин! Синьоры! До свидания! Ариведерчи! Спасибо! Грация! Пожалуйста! Прайго! Не так уж сложно, не правда ли? Вы выучите слова и грамматические правила, которые помогут вам общаться в повседневных ситуациях. Вы узнаете, как можно знакомиться, делать покупки, как говорить об автомобилях и обсудить новый фильм. Перед тем, как приступить к первому уроку, давайте послушаем, как произносятся буквы итальянского алфавита. Сначала вы услышите звук, а затем слово, его иллюстрирующее. Буквы ЧИ и ДжИ могут звучать по-разному. Вы услышите два примера. Сначала повторите звук, а затем слово, которое вы слышите. Давайте начнем. А Ария Б Банка ЧИ ЦИ 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 Д ДОТОРЕ Э ЭСПРЕСО Ф ФАМИЛЯ ГИ ГРАЦИЕ ГЛАТО ГЛАТО Х Х ХОТЛ И ИТАЛИАНО ЭЛЕ ЛИМОНЕ ЭММИ МЕ 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 ГЕ NЕ НУМЕО СЕМАТО Number О. Олио. P. Pizza. Q. Quanto. R. Radio. S. Segretaria. Z. Televisione. U. Università. V. Vino. Z. Zucchini. В итальянском языке каждая буква произносится, кроме буквы ACCA, которая не произносится совсем. Обратите внимание на правила чтения. Чи перед И и Э произносится как Чи. Перед остальными звуками как К. Также ИДЖИ перед гласными И и Э произносится как Дж, а в остальных случаях как Г. Сочетание СССЧИ перед теми же гласными Э и И произносится как Ш, а в остальных случаях как сочетание СКА. Давайте еще раз потренируемся в произношении гласных в названиях стран и частей света. Обратите внимание на то, что итальянские гласные произносятся обычно очень отчетливо даже в конце слова. Некоторые звуки итальянского языка иногда вызывают сложность в произношении. Давайте потренируем их произношение. Сначала повторите звук, а затем слово-пример. Обратите внимание на то, что сочетание букв Джи-Элле напоминает произношение звука ЛЬ в слове миллион. Сочетание букв Джи-Энне напоминает звук НЬ в слове НЕГА. А теперь послушайте, как звучат некоторые инструкции, которые вы часто будете слышать в этом курсе. Слушайте. А теперь послушайте и повторяйте. А теперь послушайте диалог. Сначала послушайте пример. Теперь ваша очередь. Давайте начнем. Не забывайте о том, что нужно ставить перед собой реальные цели. Изучению каждого урока можно посвятить 3-4 дня, и периодически стоит возвращаться к пройденному. По возможности слушайте программу понемногу каждый день. Каждый урок длится всего около 10 минут, поэтому вам несложно будет найти время послушать наш курс, и вам будет легче запомнить то, что вы выучили. Переходя к новому уроку, по возможности старайтесь повторять предыдущий урок. Практика никогда не повредит, и это особенно справедливо при изучении иностранного языка. Весь курс итальянского языка состоит из 35 уроков. Каждый урок разделен на 8 частей. В первом разделе, А, приводятся основные слова и фразы из диалога. После этого, во втором разделе, Б, вы услышите диалог. Сначала только по-итальянски. Затем он будет повторяться во второй раз, фраза за фразой, с переводом на русский язык. Во время пауз вы сможете повторять фразы вслед за итальянскими дикторами. Затем в третьем разделе, В, мы переходим к дополнительным словам и выражениям, которые связаны с темой диалога и упражнением с ними. Практический материал четвертого раздела, Г, поможет закрепить новую лексику. Пятый раздел, Д, посвящен объяснению грамматического материала. В шестом разделе, Е, упражнение по грамматике. В седьмом разделе, Ж, каждого урока, рассказывается об особенностях культуры и поведения в Италии. Давайте перейдем к уроку 1. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok